Сергей Жирнов с нами на связи, бывший сотрудник КГБ Советского Союза и Службы Внешней Разведки Российской Федерации. Сергей Олегович, здравствуйте. Рад вам в эфире Freedom. Добрый день. Мне кажется, да, Сергей Олегович, нужно как бы, наверное, разделять, тем не менее, то, что происходит ныне на территории Франции, тот же сбой в железной дороге, который случился за несколько часов до церемонии открытия Олимпиады в Париже, когда даже не ходили поезда Евростар через известный Ла-Манш между Францией и Великобританией. Тут нужно уточнить, а являются ли все вот эти диверсии, попытки отправки писем с чумой конкретной рукой Российской Федерации, конкретной рукой спецслужб государства-террориста? Ну, естественно, подозрения, конечно, есть, потому что Российской Федерации, ей очень не нравится то, что Франция проводит Олимпиаду, ей очень не нравится, что Франция хорошо проводит Олимпиаду, красиво делает открытие. Конечно, это все бельмом в глазу у Путина, у Пескова и у прочих ответственных лиц, так сказать, в Российской Федерации. Но говорить сразу о том, что это российский след, я бы не стал, потому что я вам должен сказать, что во Франции сложная внутриполитическая обстановка уже, по крайней мере, два месяца последних, потому что у нас состоялись европейские выборы, где очень большое количество голосов, 34% голосов набрал национальное объединение Марины Люпен, после этого президент Макрон объявил о досрочном распуске национального собрания, о назначении новых досрочных выборов в парламент страны, в Нижнюю палату, и это спровоцировало очень большие внутрополитические, внутрополитическую напряженность, проблемы внутрополитические, и у него довольно много врагов внутри Франции без всякой России. И люди, которые, так сказать, готовы пойти на самые крайние меры, потому что, в общем, по результатам 7 июля второго тура парламентских выборов большее количество голосов по сравнению с другими партиями набрал так называемый новый левый фронт, но президент Макрон не дал ему возможность сформировать правительство. И по этому поводу вот у крайней левых партий есть довольно большое недовольство внутренней политикой правительства, и они готовы его высказывать самыми разными способами, в том числе и диверсионными. Это у нас не первый раз такая вещь. У нас, кстати, есть противники скоростного движения поездов, которые знают, как бороться с этими делами, они знают, где находятся чувствительные места в этой структуре. И вы знаете, у нас, откровенно говоря, в последнее время народ смеется в СМИ, если можно так сказать, потому что, в общем, французы из любой ситуации пытаются найти какой-то юмор, и они говорят, что вот эти последние диверсии слишком хорошо организованы, чтобы приписывать их Российской Федерации. Потому что если мы посмотрим на все шпионские скандалы последних пяти лет, это обязательно какие-то провалы, это обязательно какие-то люди чуть ли не в сапогах, чуть ли не в советской военной форме с ППШ и с волочащимися парашютами, которые пытаются отравить скрипалей, которые пытаются куда-то там залезть, их там ловят за руки, их ловят за ноги, их вскрывают все их личные данные. И, в принципе, за ними сложилась такая дурная слава, что это люди, которые хотят гадить, гадят много, но у них это, как правило, получается очень непрофессионально. Уши их торчат там, не просто уши торчат, а там просто их красногвардейские, значит, буденовки торчат из всех мест. И вот эти последние диверсии уж слишком хорошо они организованы. Для этого этих российских спецслужб, прежде всего для ГРУ, у которой репутация не очень квалифицированной разведывательной службы. Сергей Олегович, тут хочется раскрыть еще больше, наверное, детальнее поговорить об истории небезызвестного уже 40-летнего российского шеф-повара Кирилла Грязнова, который размахивал своим документом из Федеральной службы безопасности, немного лишнего, скажем так, на грудь приняв и показывая. Слушайте, ну это довольно громкая история и абсолютно, как мне кажется, смешная. В некотором плане, потому что, ну так себя раскрыть, это надо еще уметь на самом деле. Либо нужно столько выпить, что уже непосредственно показывать, на что он способен. Этот человек, уроженца Перми, подвела любовь, скажем так, к алкоголю. Что это за человек Грязнов? В целом, я понимаю, что это, наверное, такой вопрос риторический, но этих Грязновых таких, их же могут быть тысячи, да, шеф-поваров, журналистов, водителей и прочих-прочих. Да, вот это как раз классический пример, как действуют российские спецслужбы в последнее время. Я вам могу еще привести, мы сейчас поговорим про Грязнова отдельно, но я вам еще напомню, что был арест некого россиянина с какими-то донбасскими корнями, который подорвался, готовясь к диверсии, подобрался сам в гостиничном номере, недалеко от аэропорта Руасси, неделю три назад, на собственной бомбе. И, собственно говоря, вот когда за ней ему пришли, там, соседи услышали взрыв, вызвали скорую помощь, за ним приехали, и выяснилось, что это, оказывается, диверсант, что у него там целый арсенал в этом гостиничном номере, и его тоже арестовали, там, и идет следствие по этому поводу. То есть вот когда говорят о россиянах, то говорят, скорее всего, вот о таких каких-то почти комических историях или, ну, скажем так, трагикомических историях, потому что при всей комичности французские контрразведки и французские службы безопасности относятся к этим случаям вполне серьезно, точно так же, как вот к этим гробам, которые россияне пытались выложить у подножия эфиевой башни тоже месяц тому назад. Вот, потому что это, конечно, гибридная война. Вот в этом смысле я согласен полностью с одним из экспертов, которые выступали передо мной. Россия действительно ведет гибридную войну против Европы. Действительно участились попытки таких каких-то взрывов, каких-то диверсий, чего, кстати, раньше не было в советское время. Вот в андроповское время, когда я служил в КГБ, таких вещей не было. То есть тогда, и, кстати, вот я всегда это рассказываю, на первой лекции в Краснозамённом институте, то есть в шпионском институте, где готовят шпионов для КГБ, нам говорили, что когда шпион достает пистолет, разведка на этом закончилась. То есть, грубо говоря, разведка — это совсем не Джеймс Бонд, это совсем не взрывы, это совсем не стрельба, это совсем не побегушки по крышам и поездки на красивых машинах с красивыми женщинами. Это очень скучная, нудная работа по добыванию информации, секретной информации. Ничего общего с этими случаями настоящая разведка не имеет. Ну и человек этот Грязнов, который, в общем, судя по всему, это, конечно, не кадровый сотрудник ФСБ, это просто агентура ФСБ, потому что кадровому сотруднику ФСБ, во-первых, запрещено вывозить какие-то личные документы, кроме документов прикрытия, тем более служебный документ служебного удостоверения, тем более размахивать ими в Болгарии, во Франции и так далее, и хранить их во Франции в собственной квартире. То есть здесь абсолютно четко непрофессионализм с точки зрения спецслужбы, поэтому я отношу его, этого человека, не к кадровому составу ФСБ, а к завербованной агентуре, которая просто помогает ФСБ. Ну а здесь я с вами соглашусь, что, в общем, их может быть тысячи, их много таких людей, вот, потому что в Российской Федерации сейчас есть феномен, которого не было в Советском Союзе так массово, а именно огромная диаспора русскоязычная, разбросанная по всему миру, которую оценивают до 30 или 40 миллионов. И, конечно, в этой диаспоре можно утопить условно огромное количество агентуры и настоящих шпионов. Вот. И, конечно, это представляет довольно большую опасность. Но, видите, все-таки контрразведка работает. И самое главное, что я всегда говорю и вашим коллегам, и на вашем канале, и на французских телевизионных каналах, и французских СМИ, то, что сейчас в последнее время, там, последние три года, четыре года, мы видим огромное количество публикаций о шпионской деятельности, конечно, говорит о том, что ее интенсивность возрастает. При Путине все службы шпионские удвоились в численном составе по сравнению с Советским Союзом. Но это также говорит о том, что, наконец, западный мир проснулся, наконец, дали, может быть, большие бюджеты и средства службам безопасности и контрразведки западных стран. И поэтому мы видим большую поимку этих шпионов, более эффективную работу, и это положительное то, что мы должны извлекать из этих публикаций. Просто не после каждого раза, как говорится, болгары не восхитились и сдали вот этого некадрового сотрудника, конечно. Но, тем не менее, не всегда есть вариант такой, что вот этот агент, если правильно я сейчас называю его, может сам вскрыть себя как консерва. Еще один аспект, у нас не так много времени остается, но Сергей Олегович тоже об исламистской угрозе, которая стала такой привычной, наверное, для нынешней Франции. После теракта в Крокусе Тихоу в Подмосковье, Эмманюль Макрон, президент Франции, говорил о том, что есть несколько попыток также террористических актов на территории самой Франции, тем более в преддверии вот такого масштабного события, как Олимпийские игры. Ряд также называющих себя организаций, которые якобы причастны к ИГИЛ, говорили о том, что вот во Франции мы там ждем, мы хотим там что-то сделать, скажем так. Я так понимаю, естественно, преувеличить эту угрозу попросту невозможно. Как Франция ныне пытается противодействовать еще вот этому аспекту реальному, так же реальному, как и российская угроза? У нас буквально полтора минуты. Да, это действительно серьезная угроза. У французов последние 30 лет она была основной, и поэтому, кстати, занимались меньше российским капионажем. Эта угроза остается. И, кстати, во Франции она часто имеет окраску российскую. То есть вот мы знаем, что было несколько арестов среди чеченцев и ингушей, то есть даже среди беженцев чеченских, которые находятся на территории Франции. Вот, пока что деталей мы не знаем, но, в общем, эта история остается, и Франция к ней готова, даже, может быть, даже больше готова, чем к шпионским скандалам, потому что основные, как я вам сказал, основные силы и средства за последние 30 лет были брошены именно на это направление. Сергей Олегович, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире, спасибо за ваш анализ. Напомню, что Сергей Жирнов был с нами на связи, бывший сотрудник КГБ Советского Союза и службы внешней разведки Российской Федерации. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.